Добрый день! Сегодня мы поговорим о грустных темах, которые мне крайне сложно поднимать. Вы все время спрашиваете меня про Боинг, про 2 мая в Одессе. Я не могу об этом говорить, так как данные темы находятся в процессах уголовных дел. И даже мои публичные высказывания не смогут повлиять на ускорение этих процессов. Но ухудшить ситуацию они могут. Вы должны понимать, с момента распада СССР в Украине произошла ситуация, когда многие, почти все процессы были навязаны извне. Украина просто стала полигоном для решения целого ряда разрушительных задач. Это было и в момент немецкой оккупации в Великую Отечественную войну, когда Абвер внедрял завербованных местных жителей и руководил через них страной. Поэтому даже называя фамилии современников в подозреваемых преступлениях или указывая на даты, это ничего не сможет изменить. Данные события были запланированы и инициированы извне. Остановить, предотвратить их никто не мог и не может сейчас, так как управление извне и есть подчинение и реализация. Как можно назвать виновного в Украине, если его прикрывали и прикрывают, если заказчик находится за пределами страны? Возникает вопрос, а внутри страны кто-то может взять ответственность и судить по справедливости? Вы можете ответить сами. Мы, как украинцы, грузины, славяне, мыслим совершенно другими категориями. Я не знаю ни одного украинца, который бы стал автором сценария душегубки, убийства, террористического акта. Но если украинцу давали приказы немцы, американцы или другие интервенты, он с особой жестокостью выполнял поручения нового властителя. И это отмечено во многих мемуарах. Особая жестокость по отношению с согражданом. Сегодня мы видим ситуацию с тарифами и социальной политикой. Чем это отличается? Так вот, когда падают самолеты или сбивают самолеты, когда самолеты влезаются в жилые дома, это почерк большой игры западных спецслужб. Это их мастерство и умения. Самолет над Донбассом, самолет в Иране. Когда получилось раз, повторят неоднократно. Они прекрасно понимают, как заметят следы, куда прятать свидетели и как маскировать преступления. Когда происходит массовое убийство людей, горе, ужас и страдания, это коллективная безмерная жестокость на местах. Еще раз подчеркну, безмерная, неконтролируемая жестокость на местах. Но заказчик извне. А цель простая. Дестабилизация ситуации, повышение градуса отношений между странами, попытка перевести гражданский конфликт в горячую фазу с целью дальнейшего политического манипулирования на европейском уровне. Это трагедия. Это последствия того, что государство не существует как самостоятельное, цельное, с Конституцией, с правом и, самое главное, высшей ценностью человеческой жизни. В дестабилизации ситуации в Одессе заинтересованы были все политические лидеры страны. Команды отдавали все. Когда руководят все, ответственность не несет никто. Я прошу прощения за сухое изложение ситуации. Пока сказать больше я не могу.